Здравствуйте, ребята! Я рада встрече с вами. Тема нашего урока – вычисление обобщения. Сегодня на уроке мы с вами научимся применять изученные приемы вычислений. Выполним задание 2 на странице 28. Составим задачу по схеме, используя словосочетание. Было в коробке. Цветные карандаши. Простые карандаши. На схеме видно, что было 56 карандашей и 14 карандашей. Использовали 29 карандашей. Составим задачу. В коробке было 56 цветных карандашей и 14 простых карандашей. Для рисования взяли 29 карандашей. Сколько карандашей осталось в коробке? Ребята, давайте вспомним решение уравнений сложной структуры. Выполним задание 3 на странице 29. Решим уравнение. Это уравнение сложной структуры. Упростим уравнение, выполнив дополнительные вычисления в левой части уравнения. 56 разделить на 4 получится 14. Получаем простое уравнение. 14 прибавить х получится 257. Найдем неизвестный компонент. Второе слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из значения суммы отнять известное слагаемое. Х равен 243. Выполняем проверку. Записываем ответ. В значении неизвестного компонента 243. Повторим деление двузначного числа на двузначное, выполнив задание 4 на странице 29. 39 разделить на 13. Смотрим на последнюю цифру в делителе. Это 3. Вспоминаем таблицу на 3. Смотрим на последнюю цифру делимого. Это 9. Находим в таблице на 3 ответы с цифрой 9 на конце. 3 умножить на 3 получится 9. Проверяем. 3 умножить на 13 получится 39. Ответ 3. 54 разделить на 18. Смотрим на последнюю цифру в делителе. Это 8. Вспоминаем таблицу на 8. Смотрим на последнюю цифру делимого. Это 4. Находим в таблице на 8 ответы с цифрой 4 на конце. 8 умножить на 3 получится 24. Проверяем. 3 умножить на 18 получится 54. Ответ 3. Перейдем к заданию 5 на странице 29. Повторим вне табличное умножения. Выполним проверку. 17 умножить на 2. Разложим число 17 на сумму разрядных слагаемых. Умножим каждое слагаемое на 2. Полученные результаты сложим. Получится 34. Выполняем проверку. 34 разделить на 2. Получится 17. 65 умножить на 2. Разложим число 65 на сумму разрядных слагаемых. Умножим каждое слагаемое на 2. Полученные результаты сложим. Получится 130. Выполним проверку. 130 разделить на 2. Получится 65. Выполним деление с остатком из номера 6 на странице 29. 50 разделить на 12. Смотрим на последнюю цифру в делителе. Это 2. Вспоминаем таблицу на 2. Смотрим на последнюю цифру делимого. Это 0. Находим в таблице на 2 ответы с цифрой 0 на конце. Это 5. Проверяем. 5 умножить на 12. Получится 60. Это число не подходит. Оно больше 50. Пробуем число 4. 4 умножить на 12. Получится 48. Подходит. Неполное частное 4. От 50 отнять 48. Получится 2. Это остаток. Получится 4. Остаток 2. 85 разделить на 18. Для этого подберем такое число, чтобы при умножении на 18 получалось число меньше 85, но близкое к нему. Это 4. 4 умножить на 18. Получится 72. Неполное частное 4. От 85 отнять 72. Получится 13. Это остаток. Получится 4. Остаток 13. 5 разделить на 8. Вспомним таблицу на 8. Находим наибольшее число до 5, которое делится на 8 без остатка. Такого ни одного числа нет. Записываем 0. Значит, 5 – это остаток. Получится 0. Остаток 5. Выполним задание 7 на странице 29. Как найти делимое при делении с остатком? Для этого надо неполное частное умножить на делитель, а остаток прибавить. Находим делимое в первом примере. Для нахождения делимого нам необходимо неполное частное 3 умножить на делитель 4 и прибавить остаток 1. Находим делимое во втором примере. Для нахождения делимого нам необходимо неполное частное 4 умножить на делитель 3 и прибавить остаток 2. Находим делимое в последнем примере. Для нахождения делимого нам необходимо неполное частное 3 умножить на делитель 5 и прибавить остаток 3. Получится 18. Делимое 18. Решим задачу 8 на странице 29. К празднику украшали главную площадь города. Для этого купили 30 коробок золотых шаров по 20 в каждой и 30 коробок серебряных по 10 штук. Сколько всего шаров купили? Выполним краткую запись условия задачи. Для краткой записи мы выбрали слова золотые, серебряные. Нам надо узнать, сколько всего шаров купили. Решим задачу. Первым действием мы узнаем, сколько золотых шаров. Вторым действием мы узнаем, сколько серебряных шаров. Третьим действием мы узнаем, сколько всего шаров. Запишем выражение. К золотым шарам прибавим серебряные шары. Записываем ответ. 900 шаров. Подведем итог урока. Сегодня мы повторили решение уравнений сложной структуры. Повторили вне табличное умножение и деление при решении примеров. Составляли задачу по схеме. После просмотра урока выполните самостоятельно задание 8b на странице 29. Удачи вам, ребята! Оцените свои знания по лесенке успеха. Надеюсь, тема не была для вас сложной. Урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok